Шалом, с вами Ася Не секрет, что я учу петь небезызвестного Ваганыча Не того, который Евгений, а того, который Топчик Того, который музыкальный блогер Один из членов великолепной музонской ложе Прив, чё делал? Знаете, какая основная проблема русского ютуба? Ваганыч не умеет петь Ваганыч уже делал видео о том, как прошёл наш первый месяц занятий у себя на канале Ссылку вы найдёте в описании к этому видео В своём ролике Игорь упоминал наше, так сказать, нулевое занятие В формате видеоконсультации Я покажу вам сейчас отрывок из видео Игоря Потому что там, собственно, демонстрируется точка отсчёта, от которой мы шли То есть, так называемое до, как Ваганыч пел до занятий Или в самом-самом начале занятий И всё это в основном будет связано с песней «Тело» группы ЛСП Там же в своём ролике Игорь демонстрировал кусочек моего видео-ответа А я вам сейчас покажу более развернутую версию этого самого ответа Ну и дальше вы посмотрите так называемое «После» То есть я покажу вам отрывок из нашего онлайн-урока, где Ваганыч поёт эту же песню Спустя два месяца онлайн-занятий со мной А это означает, что он прошёл 11 видео-уроков и 8 скайп-уроков И это, собственно, восьмой его скайп-урок за всё вообще время обучения И именно отрывок из этого урока вы увидите сегодня Убьём с вами двух зайцев Посмотрите, как проходит онлайн-занятие с Ваганычем И, собственно, увидите вот это так называемое «После» Причём звук записан просто с бандикама Но я думаю, что вы всё равно уже заметите разницу Между тем, как было до и как стало сейчас Но это ещё не всё Кое-что расскажу я вам и покажу бонусом Вы узнаете, что говорят слушатели Ваганыча О его новых умениях, о его изменившемся пении Какие ещё песни поёт Игорь И на что мы решили замахнуться в третьем месяце обучения Смотрите это видео до конца Всё самое интересное Всё самое интересное на протяжении всего видео Поэтому смотрите это видео целиком и до конца Ставьте лайки Кстати, Ваганыч уже активно поддерживает мою благую цель на Патреоне Хотите и вы меня поддержать Переходите по ссылке в описании И я решил, что я запишу какой-нибудь простой вокальный кавер Как получится Ну то есть ужасно Немного потренируюсь попадать в ноты Перезапишу этот кавер И все охереют с результата Всё не так просто оказалось Короче, вот что я записал Вот то, что я записал сходу, без тренировки, с первого раза Под простой минус И предупреждаю сразу, это звучит ужасно Ужаснее, чем обычно Но так будет честно Я бы хотел путешествовать много С природой сливаясь лежать на песке Или прийти уже все-таки к Богу Не стесняясь дырки в носке Буду днями глядеть на капризное солнце На небесную синь облаков В кудрявый парад И улыбаться Когда засмеётся Нерождённый мой сын Будто я ему рад Ведь я просто тело, что тупо болит Нелепое тело, что тупо болит Мне бы стать сигаретой И рассвеяться пеплом по ветру Или просто... Ну да Короче, я позанимался немного И понял, что так дело не пойдёт И решил обратиться к преподавателю Облаков в кудрявый парад И улыбаться Когда засмеётся Нерождённый мой сын Да я ему рад Ася посмотрела И надо отдать ей должное Даже сумела найти какие-то положительные моменты В моём исполнении Посмотрела твоё видео с песней Не была знакома с оригиналом Поэтому ознакомилась, послушала Мне очень понравилось, что ты не спел, как он ПИСКЕ И спел про слово ПЕСОК нормально ПЕСКЕ на ПЕСКЕ Сейчас, секунду Я бы хотел путешествовать С природой сливаясь Лежать на ПЕСКЕ Вот, на ПЕСКЕ гораздо лучше, чем на ПЕСКЕ В общем, чисто эстетически лучше звучит Очень порадовал, респект, что так сделал Далее Ты поёшь на октаву ниже, чем он И, как мне показалось, в некоторых местах Тебе прямо-таки низковато То есть ты доходишь там до До соль диез большой октавы И звучит как будто тебе низко Либо это потому, что ты не распет Либо это, в принципе, не твои ноты И тогда лучше поменять немного мелодию Тем более, что ты и так уже Ну, ты делаешь свой кавер Ты уже и так поёшь на октаву ниже, чем он Поэтому вполне можно и дальше Немного поменять мелодию Чтобы было удобнее тебе И чтобы твой же голос лучше звучал Вот Много И уже не очень звучит Следующий очень важный момент, который я сразу заметила И его надо сразу исправлять Вот уже сейчас прямо мотай на ус Надо исправлять Если внимательно посмотришь свое видео Ты увидишь, что у тебя Ты еще е не дотянул, а уже рот закрыл И получается м в конце И тут у тебя еще не так явно Но дальше будут еще несколько слов Где прям очень сильно Вот это заметно Очень сильно выбивается Вот, посмотри Или притим То же самое Не притим А притим Не должно быть так Уже все-таки к Богу Не стесняясь Тырки в носке На с кем тоже немножко было м Вот солнце конкретно Солнце Прям солнцем вместо солнца Дальше Понравилось, что на небесную синь Н было слышно Н с мягким знаком Это хорошо Ты улыбаться Опять Не должно быть так То есть, когда тянешь какую-то ноту Какой-то звук Никогда не закрывай рот в это время А иначе получится Вот И улыбаться На песке И так далее И ты не один такой Я знаю Есть такие люди У меня бывали такие ученики И вот эта вещь Это конкретная привычка То есть Ее придется именно искоренять Это ты уже привык И нужно выработать новую привычку Не закрывать рот во время пения Что же самое Вот тут мне показалось, что опять тебе низко И как будто бы Как будто бы ты не очень уверен в мелодии Нелепое тело Что тупо болит Тоже Мне бы стать сигаретой И развеяться пеплом по ветру Тут вообще что-то с интонированием произошло Но опять же Это может Ну то есть Это не Явно это не отсутствие слуха Ничего такого Это скорее всего Ты плохо знаешь мелодию Или Тебе неудобно петь Как в оригинале А как будешь петь ты Ты еще не придумал И опять же Это то же самое Что плохо знаешь мелодию Вот здесь наверху Сразу заметно, что тебе легче петь Более твои ноты Возможно, надо ту мелодию чуть-чуть будет переделать Чтобы ты вот в эту соль диез большой октавы не уходил А там тоже уходил бы куда-то чуть-чуть повыше Вместо этой ноты Мне бы ракетой улететь на другую планету Или болеть перестала бы на этой Тут опять было что-то с интонированием И очень увел звук в нос Возможно, это стилистическая фишка Может быть, ты под вдохновением от группы сплин записывался А возможно, особенно вот тут местами В нескольких местах Это больше было похоже все-таки на какой-то зажим Как будто не выходит голос откуда надо И он идет через нос Вот Над этим мы поработаем Ну тут тоже что-то было с интонированием Ну ладно, куплет, я думаю, хватит пока Ну, думаю, разберемся Дальше там речитатив и не так интересно Резюме Нужно срочно выработать новую привычку Не закрывать рот, пока поешь какую-то ноту То есть пока еще издаешь звук И нужно определиться с мелодией поточнее Все остальное, то что касается самого голоса Мы разберемся, я думаю, уже по мере занятий И вот уже даже такой небольшой разбор от преподавателя Оказался довольно полезен Потому что я стал замечать такие свои ошибки Какие-то вещи, которые я раньше вообще не знал Даже о существовании таких штуковин Стоит, наверное, отметить, что между первым месяцем занятий и вторым Игорь уезжал в отпуск, где он отдыхал в том числе и от уроков вокала А теперь давайте перенесемся в восьмой скайп-урок у меня с Ваганычем То есть к завершению второго месяца обучения Я бы хотел путешествовать много С природой сливаясь, лежать на песке Или прийти уже все-таки к Богу Не стесняясь тырки в носке Хочу днями глядеть на капризное солнце На небесную синь облаков кудрявый парад И улыбаться, когда засмеется Нерожденный мой сын, будто я ему рад Но я просто тело, что тупо болит Нелепое тело, что тупо болит Мне бы стать сигаретой И развеяться пеплом по ветру Или просто лучиком света И сиять, но Не вериться в это Ведь я просто тело, что тупо болит Нелепое тело, что тупо болит Мне бы ракетой Улететь на другую планету Или болеть перестало б на этой Нелепое тело, что тупо болит Вот так оно Вообще хорошо Если бы чуть поменьше гэ Прям совсем уж такого ядреного гэ И вот там было болит Прям ты как будто напал на нее Но ноты, ну как бы Учитывая, что мы решили оставить там Вот эти твои ноты То в принципе вообще все нормально И по эмоциям нормально И по звуку, и по нотам Кроме вот мелких вещей Мы работаем не только над постановкой голоса И какими-то конкретными песнями Но даже и над тем, как лучше подавать эту песню В какой аранжировке она бы больше подошла голосу И так далее И по нотам лучше тоже Может мне просто типа сесть за синтезатор и спеть Я и говорю Может такую надо версию делать Можно попробовать Душевненькая такая сразу Игорь уже отмечал в своем видео Что его коллеги по группе Жище Отметили выросший уровень его вокала Что ему стало легче петь Даже под конец репетиции Трехчасовой Раньше я с трудом вывозил длинные громкие припевы А сейчас без особых проблем не хватает воздуха То есть я начал контролировать процесс дыхания И стало гораздо легче Правда теперь после репетиции болит пресс Многие хвалят то, как у него теперь получается И я хочу с радостью отметить, что Игорь применяет свои новые навыки и умения Не только в тех песнях, над которыми мы с ним работаем Ну и в тех песнях, к которым я не имею никакого отношения И сейчас вы увидите отрывок из его коллаборации с Саней Болтом И мы с вами почитаем комментарии Которые оставляют слушатель Ваганыча Касательно его вокала Граница ключ переломлен пополам А наш пальцем с коленем совсем усоп Он разложился на плесень и на липовый лёд А перестройка всё идёт и идёт по плану И вся грязь превратилась в голый лёд И всё идёт по плану Всё идёт по плану А моя судьба захотела на покой Я обещал мне не участвовать в военной игре Но на бурашке на моей серпы молоты звезда Как эльброды, динозер и молоты И стали хоть по нам Ожидания мотаются И всё идёт по плану Всё идёт по плану А моей жилой накормили толпу Мировым кулаком Растоптали ей грудь Все народной свободой Растерзали ей ночь Так зановайте жильё во кресте И всё идёт по плану Всё идёт по плану Всё идёт по плану А все другие враги И такие мутаки Над родной у нас чистой Весноватый снег шёл Я купил журнал «Корея» Там тоже хорошо Да, товарищки Мерсента То же, что у нас Я уверен, что у них То же самое И всё идёт по плану Всё идёт по плану Всё идёт по плану Вот такая вот реакция от поклонников Стоит, наверное, заметить, что подобные отзывы Мы можем увидеть не только под этим видео Ваганыча Это не может не радовать Кстати, вы знали, что я выступаю 22 сентября в Москве в баре BFB? Если не знали, то теперь знаете Приходите послушать меня в 18.40 Я буду исполнять свои старые добрые песенки В обновлённом формате Ураган, но это сложно Ну, хорошо, ладно, попробуем Надо больше ругаться Окай, давай я буду ругаться Текст я написал в руки Надо скидывать, нет? Да, давай, фотку Да, «Ураган Агаты Кристи» Это следующая песня, на которую мы замахнулись Не знаем пока, что из этого получится Но вы следите за нами С вами была Ася Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось Покажите его друзьям Посмотрите другие видео на моём канале И подпишитесь, если до сих пор этого не сделали Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok